Хорошо. Я напомню, что в прошлый раз мы с вами ввели такое понятие двойственного пространства, если V это векторное пространство. Это двойственное пространство, V со звездочкой оно обозначается, это такие линейные отображения из VFK. И мы с вами построили вложение. Это V2 звездочка, что означает V со звездочкой, то есть это линейные функции. Вложение обозначается EF и оно сопоставляет вектору V функционал вычисления. Этот функционал вычисления переводит к вектору в его значение на векторе V. Ну и элементы V со звездочкой имеют много разных названий. Самая короткая это векторы или линейными функционалами. Или иногда линейными формами. Ну собственно, отображение EF является частным случаем такого общего теоретика множественного отображения. То есть для любого множества X имеется вложение из X в пространство функции на пространстве функции. То есть это функции X в степени X. Ну и как я говорил, обычно в жизни рассматривают не множество, а множество со структурой. И не любые функции, а функции, уважающие структуру. И то обстоятельство, насколько структура геометрична, то есть вот X со структурой. А здесь рассматривается подможество. Не здесь, а в K в степени X рассматривается какое-нибудь подможество X. Это так называемая регулярная функция. Уважающая структуру. Каждый раз, что такое регулярная, что такое уважает структуру, надо уточнять. И в чем структура состоит, надо уточнять. Ну и собственно, геометричность структуры и понятие регулярности. Измеряется тем, насколько близко X совпадает. Регулярными функциями на K степени X. Это такое было, как я говорил, мятоматематическое отступление. Ну и для конечномерных векторных пространств. Совпадение полное. Значит, если мы под регулярностью понимаем линейность, то есть для нас в линейной алгебре регулярность это линейность. Совпадение полное. То есть V канонически и заморфно. В две звездочки просто одно и то же. Можно канонически отождествить две звездочки. Ну, собственно, вложения у нас уже есть. У вас есть вложения, V две звездочки. Чтобы понять, что оно заморфно, достаточно проверить, что размерность одинаковая. Почему этого достаточно? Ну, если у вас есть вложения векторных пространств, у них одинаковая размерность. То как, по-вашему, совпадают они или нет? Ну, да. Ну, вот. Формула была такая, что размерность образа линейного отображения – это размерность V минус размерность ядра. Если размерность образа такая же, как у V две звездочки, то должны совпадать. То есть достаточно проверить, что размерность V равна размерности V звездочки. Ну, и тогда мы получим, что это то же самое, что размерность V две звездочки. Ну, а это проверяется путем явного построения базисов. То есть пусть у вас V выбран базис. И один, E. Тогда координаты относительно этого базиса – это элементы из V со звездочкой. Давайте мы через диавито со звездочкой от V обозначать и ту координату вектор V в базисе E1, E. Если говорить про матрицу, я этого со звездочкой, то как она устроена? Ну, матрица – это матрица значений на базисных векторах, да? Это будет такая строчка на главной диагонали в одной точке. Ну, слово «главная диагональ» немножко как-то тут бьет по ушам. Матрица состоит из одной строки. Какая там главная диагональ? Это строчка, да? Строчка значений. Как она будет выглядеть? Единица на всех остальных ноль? Значит, всех остальных ноль я услышал, а, видимо, что-то еще вначале было сказано, оно пропало. На итом месте единица на остальных ноль? Да, вот совершенно верно. На этом месте единица, потому что у этого боественного вектора E2 координат как раз один. А во всех остальных местах нули. Ну, словами, E2 со звездочкой от Ежитова равен единичке при И равном Жи и нулю при И неравном Жи. Для такой штукенции есть специальное обозначение. Ее иногда обозначают дельта и Жи. Это называется дельта-символ Кронекера. Я утверждаю, что E1 со звездочкой и так далее. E1 со звездочкой – это базис ОВС-звездочки. Он называется двойственным к базису. Е1. Е1. Ну, надо бы проверить, что любая линейная форма через него выражается. Причем единственным образом. Видно ли это? Как выразить произвольно форму Фи через Е1 со звездочкой и так далее. Е1 со звездочкой. А Е1 со звездочкой – это что такое? Координаты. Вот мы же только что обсуждали долго-долго, кто такие Е1 со звездочкой. Вот. Е1 со звездочкой. Какого-то вектора. Е1 со звездочкой – это такое отображение из В К. Да? Оно живет в В со звездочкой. Правда? Какое, собственно, отображение? А вот в рамочке написано Е1 со звездочкой от В – это И2 координаты вектора В. Итак, друзья, если у вас выбран в пространстве базис, состоящий из N векторов, то немедленно в В со звездочкой возникает N выделенных элементов. Это координаты векторов в этом базисе. Каждая координата представляет из себя линейную функцию на В, правда ведь? Вот она действует на базисный вектор вот так. Собственно, на вектор вот так. Можно вопрос, разве если мы не будем записывать все вот Е1 со звездочками от Ежитого, у нас просто получится единичная матрица, нет? Ну, в смысле, если вы их организуете в матрицу такую, которая в этой строчке в Ежитом столбце стоит Е и Т от Ежита, да, то получится единичная матрица, вы совершенно правы. Вопрос в том, почему эти Е1 со звездочкой и N со звездочкой образуют базис В со звездочкой. То есть, хотелось бы понять, беру теперь любую линейную форму на В, как ее выразить через Е1 со звездочкой и N со звездочкой. То есть, я бы хотел, чтобы для любого вектора В выполнялось равенство. ФИ от В равняются там ФИ1 и Е1 со звездочкой. Ну, давайте, чтобы вас не смущать, плюс лямбда 2, здесь от В надо написать, плюс и так далее, плюс лямбда N и N со звездочкой от В. Чему равны лямбда 1 и так далее лямбда N? Это ФИ от Е1, ФИ от Е. О, да, замечательно. И вот ФИ от Е этого. Вы это сказали? Да, старался это сказать. Отлично. Отлично. Замечательно. И это, смотрите, прям по определению. То есть, если ваш вектор В это Е1, Х1, плюс Е2, Х2, плюс и так далее, плюс ЕN, то, собственно, ФИ от В это ФИ от Е1 на Х1, плюс ФИ от Е2 на Х2, плюс и так далее, плюс ФИ от ЕН. ФИ от ЕН на ЕН на Х2. Ну, а Х1, Х1, это по определению значение соответствующего Е со звездочкой на векторе В. То есть, то, что здесь написано, это Е1, ФИ от В, плюс ФИ от Е2 на Е2 со звездочкой от В, плюс и так далее, плюс ФИ от ЕН на ЕН со звездочкой от В. Тем самым мы видим, что каждая линейная форма линейно выражается через Е1 со звездочкой, Е2 со звездочкой, ЕН со звездочкой. Е1 со звездочкой, тогда ЕН со звездочкой линейно порождают. Извините, я еще раз не понимаю, почему у нас Х1 это Е1 со звездочкой от В? По определению, вот смотрите, ЕТ от В, это ЭТ координаты вектора В в базисе Е1 Е. То есть, например, Е1 со звездочкой от В, это первая координата, то есть Х1. Да. Да, понятно, спасибо. Это так называемые координатные функционалы. Ну, остается проверить, что они линейно независимы, то есть, что такое разложение единственное. Пускай я составил линейную комбинацию лямбда 1 от Е1 со звездочкой плюс и так далее, плюс лямбда ЕН со звездочкой равно нулю. Дело происходит в В со звездочкой. Какие могут быть лямбда? Какие идеи? Только ноль, потому что можно подставить на базисные вектора. Да, предлагается вычислить эту функцию из ВФК на базисном векторе Ешитом. Что получим? Получим лямбда ЖТ. Потому что на базисном векторе Ешитом все Е-это и со звездочкой равны нулю, кроме Ешитого. А Ешитой равен единице. Ну, вот получаем такое равенство, что лямбда ЖТ равно нулю. Ну, и понятное дело, что это для любого ЖТ. Итого, двойственные вайсы. В и В со звездочкой. А у нас там вот эта линейная комбинация Е и Итых со звездочкой. Это получается функция? Ну, вот эта линейная комбинация Е итых со звездочкой, это получается функция в В со звездочкой, да? Это функция на В, потому что все В со звездочкой состоит из линейных функций на В. Пространство В со звездочкой состоит из линейных функций на пространстве В. Здесь написано линейная комбинация линейных функций. А, ну то есть она как бы тоже функция в этом пространстве. Она функция. Мне не очень нравятся слова функции в этом пространстве. Функция бывает на каком-то пространстве со значениями где-то. Вот тут речь идет про функции из В в К. Вот я специально это написал. Функция на пространстве В со значениями в К. Линейные функции на В. Итого мораль такая, что двойственные байвы со звездочкой это такие наборы векторов. Давайте напишем В1, В и К векторов. Что значение К вектора Сиитая на векторе Вжитая равно Дельтой же. Ну то есть я не буду повторять 0 или 1. Это означает, что 0, если И не равно же, и 1 при И равном же. Если вы в инверном пространстве указали такие векторы, такие К векторы, что вот это имеет место быть. А вот это, я напомню, это такое симметричное обозначение для Сиитого от Вожитого, или что то же самое для функционала вычисления на векторе Вожитом со считанным на К векторе К Сиитого. Если вы указали такие наборы векторы... Пожалуйста, еще раз напомнить про К векторы. Что это такое? Это элемент из ВСа звездочки. Другое название, просто более короткое. Говорит линейная функция довольно долго. Я просто в прошлый раз уже обращал ваше внимание, что между элементами из В и ВСа звездочки есть полная симметрия. Вы не можете сказать, кто из них функция на ком. В – это линейные функции на ВСа звездочкой. ВСа звездочки – это линейные функции на В. Их роли абсолютно симметричны. То есть пространство В две звездочки и В канонически одинаковы. Именно канонически одинаковы. Вот просто вы каждый вектор В интерпретируете как функцию из ВСа звездочкой в К. Которая действует по правилу К Си, но переезжает К от В. Ну, а каждый элемент из ВСа звездочкой – он и так функция на В по определению. Я просто хочу сказать, что векторы ничем в этом смысле не отличаются от функции. Векторы – это функция на функциях. Такая вот замечательная симметрия. А есть вопрос. А почему нельзя сказать, что В со звездочкой – это то же самое, что В? А может, это не то же самое, что В. Ну вот, если Е и Т две звездочки действуют. Как интерпретировать линейную форму как вектор? Ну, давайте пример. Пускай В – это пространство многочленов К от Х в степени меньше либрауны, чем Н. Предлагаю вам следующий элемент из ВСа звездочкой – Ксиитой, который действует… Ну, значит, аффиксируем какое-нибудь число. Альфа, живущая в К. Ну и пускай характеристика К равна нулю. Потому что мы сейчас производные будем брать. Ну и пускай ксеноликовая от Ф – это Ф от Альфа. Кси первая от Ф – это Ф штрих от Альфа. Кси вторая от Ф – это Ф два штриха от Альфа. Ну и так далее. Вот я, значит, до ксеноликового от Ф, который будет энтоя производная, вычленная с точки Альфа. Скажите мне, пожалуйста, как вот такую линейную форму вычислить значение многочлена с точки Альфа, интерпретировать как многочлен? Видимо, ряд Тейлора надо написать конечный. Не понял. А вот многочлен на пространстве функций на многочленах я могу интерпретировать. Если у вас есть функция на многочленах, то каждый многочлен задает функцию на функциях от многочленов в значении этой функции на функции кси равно кси от многочлена. Вот у меня… Давайте мы специальное обозначение введем. Значит, W – это будет В со звездочкой. Даже можно специальное обозначение не вводить. Просто рассмотрим В со звездочкой. Если у вас есть Ф, то каждый многочлен Ф задает функцию из В со звездочки в К. А на Фи переводит Фи от К. Фи от Ф. Поэтому В естественным образом содержится в В2 звездочке. Естественным означает, что я просто каждому вектору могу сказать, какая функция ему соответствует. В содержится именно в В2 звездочке. Между В и В со звездочкой никакой вот такой связи нет. Еще раз, это объекты разной природы. Вот, например, многочлены и вычисления многочленов в точках. Одно с другим никак не отождествляется. Они, безусловно, связаны, но одно с другим никак не отождествляется. Возвращаясь к нашему примеру. Подождите, а Фи это что такое? Фи от Ф? Фи – элемент из вашей звездочки. А вот эти КСИ… То есть Фи – это функция из В, К. Сейчас, подождите. Фи от Ф, если Ф у нас это элемент… А Ф элемент? Из В. Из В. А, Фи действует. А как это он из В, тогда Фи действует из В в К? Вот еще раз. Каждый КСИИ – это такая функция из К, так меньше либо равно М в К, правда? Линейная. То есть из многочленов в числах? А, вот это КСИИ или как буква называется? ПСИ. ПСИ или КСИИ? ПСИИ. А, хорошо. А она то же самое, что ФИИИ? ПСИИ – это вот такая штучка. А, все, ясно. И вот это вот КСИИ – то же самое, что ФИИИ, вот то, что у вас в рамках. Нет, это не то же самое. Это я просто отвечал на вопрос товарища, что каждый многочлен можно интерпретировать как функцию на В со звездочкой. Эта функция действует вот по такому правилу. Так, ну ладно, теперь понятно. А почему вот мы так вот представим? ФИИИ, справа – это переменная. Дальше, возвращаясь к нашему примеру, я хочу рассмотреть такой набор линейных функций. Их Н плюс один штук, и они сопоставляют многочлену значения производных от этого многочлена в фиксированной точке. Я зафиксировал некоторую точку. Вопрос к публике. Можно ли? Вот, кстати, к вам. Я помню, вы сдавали мне коллоквиум, и вы, мне кажется, успешно справились с ответом на этот вопрос. Можно ли указать такие многочлены? Многочлены? Ф ноликова, Ф первая и так далее. Фн, чтобы ксиита от Ф житого наравнялась дельта и Ж. Наверное, х минус альфа в степени к делить на к факториал. Да, ну я-то вообще-то барышню спрашивал. Ну, ладно, раз уж вы ответили за барышню. Да, спасибо. Но она же это уже сдавала, как вы сказали. Ну, опыт показывает, что люди на коллоквиуме делают самые удивительные вещи, о которых потом не помнят никогда. Итого, такие многочлены есть, безусловно, Ф житый от Х, это Х минус альфа, значит, как вы сказали там? Степени К делить на К факториал. Ну, у меня Ж тут стоит, поэтому давайте Ж напишем на Ж факториал. Да, вот они, безусловно, обладают этим свойством, что если вы возьмете от Х житого к Атую производную, ну, Иттую производную, и сосчитаете ее в точке альфа, то получится в точности дельта и Ж. Каждому предлагается проверить. Ну, понятно, что если производные номер имеют, значит, если у вас И больше, чем Ж, то просто ноль по понятным причинам, вы берете слишком большую производную от многочлены маленькой степени. Если И меньше, чем Ж, то производная будет делиться на Х минус альфа. Ну, и тогда получится, когда вы подставите альфа, получится ноль. Ну, а вот если вы возьмете в точности Житую производную, то тогда получится один. Поставляем туда альфа, он так и останется один. Замечательно. Итого мы заключаем, что вот эти вот ПСИТЫ и ФЖИТЫ – это двойственные базисы. Часть, можно еще раз? Какое условие того, чтобы что-то являлось двойственными базисами? А вот ровно это. Альфа – это что такое? Просто число? Альфа – это вот мы взяли какое-то число, сфиксировали с самого начала. Условие трон такое, давайте я его повторю, что если у вас есть C1, CM, живущая В со звездочкой, V1, Vm, живущая В, и размерность В равна M, то тогда отсюда следует, что это двойственные базисы. То есть, ну, во-первых, и ФИИ, и В – это действительно базисы. Ну, а во-вторых, что ФИИТА – это ИТА координата. В базисе В, а В – это ИТА координата. В базисе В наоборот ФИИ. Итак, мы заключаем, что КСИИТА – это, ну, мы заключаем две вещи. Первое, что Ф0, ФМ – это базис. В КАТЭКС меньше либровное. Ну, а второе, что КСИИТА от G – это ИТА координата. G в этом базисе. Ну, как следствие, мы получаем то, что называется формула Тиллора. Для любого многочлена… Ой, сказал, для любого, сам вспомнил. Для любого многочлена G степени не выше, чем N выполнено. Хочу заметить точное равенство. Что, G от X? Это такая сумма. G КТ от Альфа на К факториал X минус Альфа степени К. Ну, давайте я К факториал сюда напишу. Значит, сумма от K равного от 0 до N. Называется формула Тиллора. Еще раз. Все доказательства сводятся к проверке того, что такие многочлены двойственны к таким функционалам. Вся проверка занимает некоторые вычисления вполне очевидные. И отсюда автоматом немедленно следует, что вот есть такая формула Тиллора. Точно так же следует, что для любого набора чисел лямда 0 и так далее лямда N существует единственный многочлен G опять же степени не выше, чем N такой, что его катая производная в точке Альфа равна лямда К. для этого многочлена G можно написать явную формулу. G от X равен сумме G от 0 до N лямда КТ все на те же X минус Альфа в степени К поделить на К факториал. Отлично. Ну, следующая вещь, которую я хотел сказать, что если вот у вас имеется V и V со звездочкой, это двойственные конечномерные пространства, то хорошо бы понять, можем ли мы как-нибудь описать пространство двойственное к пространству двойственное к пространству V. дано. Что можно сказать про ну, со звездочкой. ну, факт такой, что U со звездочкой опять же канонически заморфно V со звездочкой по аннулятору U. Аннулятор U V это все такие формы, которые ограничиваются давайте я напишу вот так, может быть, все такие формы, ограничения которых на U подождется равно нулю. Ну, и что означает, что U содержится в ядре. Можете повторить, что написано вот V со звездочкой, а дальше фактор U. Здесь написано буквально следующее, что линейная функция U в K это то же самое, что линейная функция U линейная в K зануляющаяся на U линейные функции из VFK, не зануляющиеся, а по модулю тех функций, что зануляются на У, простите. Итого, как проверять? Есть такое отображение из V со звездочкой доказательства. Есть такая проекция из V со звездочкой в U со звездочкой, которая берет функцию фи линейную на V и отправляет ее в ее ограничение на подпространство У. Получается функция из УФК. Это линейное отображение. Согласны? Если линейная функция ограничена на подпространство, получится линейная функция на подпространстве. И эта линейная функция линейно зависит от фи, понятное дело. Спрашивается, как устроено ядро? Это как раз все такие функции фи из VFK, что фи ограниченная на У, то здесь равно нулю. И мы это назвали аннулятором. Дальше. Как устроен образ? Все функции, все линейные функции. Да, на самом деле это отображение эпиморфно. Любая линейная функция из УФК является ограничением некоторой щит-волной, которая из ВФК. Как это сделать? Ну, надо выбрать У базис У1 УК Дополнить его До базиса У1 УК В1 В В Не задайте с волной Правилом Фи с волной от УИТОВА равняется ФИ от УИТОВА, ну а фи с волной от ВИТОВА, ну как угодно. Иными словами, у вас есть матрица линейной формы, заданная на подпространстве, она задает отображение из УФК. Ну, я дополнил базис в пространстве, до базис во всем пространстве, но я сюда просто допишу любые числа и получу линейную форму, которая продолжает мою. Ну, таким образом мы заключаем, что отображение Пи, оно на самом деле сферективно, то есть она из В со звездочкой, сферективно ВАБАХАЦУ со звездочкой и ядропе, это в точности аннулятору. Ну, а была у нас такая теорема, что образ Пи, то есть он со звездочкой, канонически заморфен В со звездочкой по ядропе, ну что есть В со звездочкой по аннулятору. Можете, пожалуйста, еще раз повторить, что вообще такое ФИ со звездочкой и зачем мы его взяли? Здесь нигде не встречается ФИ со звездочкой. Ой, не со звездочкой, с волной, почти. Я хочу проверить, что любая линейная функция на подпространстве является ограничением функции со всего пространства. Я хочу построить такую ФИ с волной, что ФИ с волной ограниченная на уровне ФИ. Я объясняю, как ее построить. Проще всего задать явно какой-нибудь матрицей. Для этого нужно взять базис ВУ, дополнить его до базиса во всем пространстве. На базисных векторах ИЗУ задать эту матрицу, совпадающую с матрицей ФИ. Ну, а на остальных базисных векторах задать как угодно. Получится линейное отображение, которое продолжает мое. Получается, тогда у нас любой другой вектор выражается через УИТЫ и ВИТЫ? Да, да, совершенно верно. Линейное отображение достаточно задать на базисе. Любой вектор через базис выражается. Если вы знаете значение на базисных векторах, то знаете значение на любом векторе. Понятно. А вот еще раз про вот этот аннулятор. Аннулятор – это что? Это отображение? Это множество всех функций, которые зануляются на вашем подпространстве. Это функции, которые аннулируют ПУ. Те функции, которые аннулируют ПУ, переводят ПУ в ноль. То есть у нас есть отображение из ВФК. Сейчас у нас отображение из ВФК. И какие-то из них, у нас отображение из ВФК, да? Да. Какие-то из них зануляются. Это… То есть все из подпространства У должны зануляться. Не понял. У вас есть аннулятор У, который живет в вашей звездочке. Это состоит из тех отображений, которые зануляются на подпространстве У. Если вы возьмете фактор, то то, что получится, это в точности У со звездочкой. Иными словами, если у вас есть форма ФИ на пространстве В, то я классу ФИ сопоставляю ограничение ФИ на У. Классу ФИ по модулю аннулятора У. Я хочу сказать, что это корректно определено. И объективно. Видите ли вы, что это корректно определено. Если к ФИ добавить функцию, зануляющуюся на У, то она ограничится на У точно так же, как ФИ. Пока я это не очень понимаю, но я осознаю. То есть как же? Ну, осознайте. Замечательно. Можно даже спросить? Да. А что значит эпиморф? Что означает слово эпиморфно? Ну да. Ну, эпиморфно. То же самое, что с реактивно. То же самое, что на. Речь идет про отображение. Это означает, что у каждого элемента есть прообраз. Да, да, да. Я поняла про себя. Ладно, все впрямо. Итак, видите ли вы, что вот эти два пространства абсолютно одинаковые? Если у вас есть линейная форма НОВА, вы сопоставляете ограничение этой формы на У. Отображение определено по модулю тех функций, которые У аннулируют. Если у ФИ добавите функцию, которую У аннулируют, то сумма ограничится на У точно так же, как ФИ. Это отображение беективно. Ну, поскольку ядро ограничения это точность аннулятора РУ, то есть если ваш класс ФИ перешел в ноль, то это означает, что ФИ лежит в аннуляторе. Прямо по определению. То есть ядро этой проекции нулевое, и она сюрлективна, как мы минуту назад видели. Всякая линейная форма на У является ограничением некоторой формы СВ. Понятны ли эти слова? Пример. Теорема о ранге матрицы это банальное и совершенно очевидное утверждение. Смотрите. Рисуем матрицу. Размера М на М Столбцы порождают подпространство У КН Так? Кто такие строки? Значит, если мы столбцы обозначим через один ОМ Троки это значение базисных коллекторов Е1 со звездочкой и так далее Е М со звездочкой живущих КН со звездочкой Выше Выше введу что У в К в степени Н Выше столбцы порождают подпространство в К в степени Н Нет, в К в степени Н потому что матрица имеет высоту М А Да А столбцов у нее Н штук Это означает что у вас есть пространство КН в котором вы знаете векторы которые его порождают Что такое матрица? Это набор векторов в пространстве КН Правда? Вектор столбцов Понятно Ну и собственно по определению вот ранг это размерность У Размерность линейной оболочки столбцов То есть это вот ранг А Это число элементов в максимальном по включению линейном независимом наборе столбцов Да? Теперь давайте посмотрим кто такие строки Я хочу сказать что в первой строке написано значение функционала Е1 со звездочкой на векторах у 1 у n Первая координата КН Во второй строчке написано значение функционала Е2 со звездочкой на векторах у 1 и так далее последний ЕМ со звездочкой Я хочу сказать что Е1 со звездочкой ограниченной на у Е2 со звездочкой ограниченной на у и так далее ЕМ со звездочкой ограниченной на у линейно порождают у со звездочкой поэтому размерность у со звездочкой которая наборе линейно-независимых функционалов я один со звездочкой ограниченная на у и так далее функционалов из числа вот этих но как проверить линейно-независимое ограничение и 1 со звездочкой допустим пропорциональный и 1 со звездочкой и 2 со звездочкой после ограничения на у и непропорционально ну понятное дело посчитать их значения на каких-нибудь векторах которые линейно порождают у если эти значения пропорциональны так и функционалы пропорциональны а если функционал непропорциональны так эти значения непропорциональны у вас в 1 у м линейно порождают все пространство у поэтому линейно-независимые функционалы и линейно-независимые Наоборот, функционал достаточно проверять, вычислив значения на порождающих векторах. Если набор значений пропорциональный или линейно-зависимый, то и функционалы пропорциональны или линейно-зависимы. Мы заключаем, что абсолютно очевидно, что максимальное число линейно-независимых столбцов такое же, как максимальное число линейно-независимых строк. Потому что одно равно размерности у, другое равно размерности у со звездочкой. У и У со звездочкой размерность одинаковая. Поэтому теорема ранги матрицы – это абсолютно банальное, абсолютно очевидное утверждение. Нам его пришлось так муторно доказывать пару недель назад, но просто вот из-за того, что мы не знали, кто такие У и У со звездочкой. А знали бы мы это тогда. Просто вообще делать нечего. Друзья, понятно ли, что я сейчас сказал? Важная вещь. То есть теорема ранги матрицы – это в сущности утверждение о том, что размерность У равна размерности У со звездочкой. Это и есть теорема ранги матрицы. Замечательно. Можете еще раз повторить? Вот У со звездочкой – это что такое в нашем случае? У со звездочкой – линейная функция на подпространстве У. У вас есть подпространство У в КМ. Мы берем линейную функцию из У в К. Всякая линейная функция из У в КМ является ограничением функции из КМ в К. Правда? Мы только что с вами видели. Да. А У со звездочкой? У со звездочкой состоит из ограничений линейных функций из КМ в К. Линейные функции из КМ в К, опять же, как мы знаем, порождаются координатными функциями Е1 со звездочкой, Е2 со… Первая координата, вторая координата, третья координата. Любая линейная функция – это линейная комбинация координатных функций. Поэтому все пространство У со звездочкой линейно порождается векторами Е1 со звездочкой, Е2 со звездочкой, ЕМ со звездочкой. И размерность пространства У со звездочкой. Но это максимальное количество линейно-независимых векторов, которые вы из этих можете выбрать. То есть максимальное количество линейно-независимых строчек – это размерность пространства У со звездочкой. Ну а максимальное количество линейно-независимых столбцов – это размерность пространства У. Они, очевидно, совпадают, поскольку они совпадают для конечномерных пространств. Увидеть, являются ли функционалы E со звездочкой, будучи ограниченными на U линейно-зависимыми или линейно-независимыми, можно, сосчитав их на каких-нибудь порождающих векторах пространства У, например, на U1у. Теорема Ранги – это геометрический факт, не требующий никаких преобразований координат, вообще никаких преобразований, ничего. То есть он выражает собой две вещи, что для конечномерных пространств У и У со звездочкой имеют одинаковую размерность. Ну и если у вас пространство задано как линейная оболочка векторов, то двойственное ему пространство порождается ограничениями координатных функционалов на это пространство. И проверять такие ограничения, линейно-зависимые или линейно-независимые, можно, вычисляя их на линейных порождающих пространств У. Вот, собственно, и все. Замечательно. Теперь немного про линейное уравнение. Ну, собственно, если у вас х – это вектор в КН, то условие А1Х1 плюс и так далее плюс АНХМ равно нулю. Ну, это означает, что альфа от х равно нулю, где вот альфа, вот такая А1АН, ну, а х от столбиках с 1ХМ. Вот такая штукенция из КН со звездочкой. Поэтому, собственно, система однородных линейных уравнений это набор соотношений А1 от В равно нулю, там и так далее. альфа-М от В равно нулю для каких-то альфа-1, альфа-М в живущих В со звездочкой. Ну, а решение какой системы? Это аннулятор В, где В, живущие В со звездочкой, это подпространство, порожденное альфа-1, альфа-М. В со звездочкой, только не принадлежит, а содержится. Если вы хотите думать про линейное уравнение геометрически, то полезно такое определение, что берем как бы M, какое-нибудь подножство В со звездочкой, любое подножство. Можно рассмотреть аннуляторы. альфа-М это множество таких векторов В, то Фи от В равно нулю для любого Фи из М. Можно сказать, что это решение системы линейных уравнений. Альфа-И это что такое было? А вот какие-то линейные функции. Это решение системы линейных уравнений. Альфа-Х равно нулю, где альфа пробегает. То есть вы любое подножство В со звездочкой можете рассматривать как множество линейных уравнений. Ну и тогда аннулятор этого подножства, но это как раз и есть решение системы линейных уравнений. Ну и наоборот, если у вас есть какое-то множество векторов N, V, то тогда вы можете рассматривать его аннулятор. Он будет жить уже В со звездочкой. Ну и будет состоять из… Сейчас, только я тут Фин писал. Надо бы здесь В написать, да? И его аннулятор будет состоять из всех Фин из ВФК, таких, что F от V равно нулю для любого В из N. То есть это множество всех линейных функций. Ну или множество всех уравнений, среди решений которых содержит N. Можете, пожалуйста, в каком-нибудь примере небольшом, потому что непонятно вообще. Как задать прямую в К3? Как задать одномерное подпространство? Вопрос к вам. Уравнение? В смысле, уравнение? Типа AX плюс BY плюс C равно нулю или что? Да, но одним уравнением, понятное дело, не получится задать. Потому что, если вы напишете уравнение Фи от X равно нулю, где Фи – это линейная функция из ВФК, то понятное дело, что ядро Фи имеет размерность В минус 1. Будет селективная функция, образ одномерный, Фи – это подпространство по размерности 1. Поэтому одним уравнением вы прямую, ясное дело, не зададите. А как надо, получается, три уравнения, что ли? Вопрос к вам. Если написать три общих уравнения, то какая будет размерность пространства решения, скорее всего? Три уравнения – это отображение из В в К3. Скорее всего, ноль, да. Если у вас есть отображение из К3 в К3, то, скорее всего, оно имеет нулевое ядро и является изоморфизмом. Поэтому три уравнения вам зададут ноль. А вот люди решили не париться с этим, а сразу рассмотреть сразу все уравнения, которым удовлетворяет прямая. А какие сразу все уравнения? Я вообще не понимаю. Какие уравнения? Я просто не понимаю, какие могут быть уравнения, кроме вот АХ плюс БЮ плюс С равно нулю? Нет, ровно такие, но просто их много требуется, правда? Одни мне зададите? Нужно хотя бы парочку? Ну, они же все идентичные с точностью до домножения на какой-нибудь коэффициент, нет? Интересно. Если у вас есть уравнение Фи от Х равно нулю и есть уравнение лямбда Фи от Х равно нулю, у них одинаковое пространство решения? Одинаково. Ну да. Фи от Х равно нулю задает в К3 плоскость, как мы с вами видели. Прямую не задает. А я спрашиваю, как прямую задать вот такими уравнениями? Вам потребуется несколько уравнений, причем они будут непропорциональны. Если уравнения пропорциональны, то какой смысл их писать? Итого, как написать систему уравнений, которая задает прямую? Задачки такие были в листочке для семинаров по методу Галласа. Ну, вот люди говорят, что если у вас есть прямая LK3, надо рассмотреть сразу все уравнения. Которая ее задает. Это называется аннулятор L. Все-таки эфия. 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 Эфия ограниченная на L равно нулю. Ну, вот что такое аннулятор. Спрашивается, а можно ли что-нибудь сказать про то, какой размерность это пространство? Ответ – да, можно. Теорема. Если V конечномерно. U, V – это векторное подпространство. Тогда размерность аннулятора U. Это размерность V минус размерность U. Итого. Система уравнений, которая задает прямую в К3, двумерна. Все-все-все-все-все уравнения, которые обращаются в ноль на вашей прямой в К3, образуют двумерное подпространство в пространстве всех уравнений. Ну, соответственно, в нем можно выбрать какой-нибудь байз, он будет состоять из двух уравнений. Доказательство Теоремы. Ну, мы знаем, что размерность U такая же, как размерность U со звездочкой. И одновременно мы знаем, что U со звездочкой – это V со звездочкой, фактор по аннулятору U. Мы заключаем, что размерность U со звездочкой – это размерность V со звездочкой минус размерность аннулятору. Ну, это такая же, как размерность V, а это такая же, как размерность U. Все доказано. Итого, чтобы задать камерное подпространство V, надо написать DMV минус камерное пространство линейных уравнений. Разумеется, такая большая бесконечная система, она эквивалентна системе SDMV минус K уравнений, образующих базис. Потому что, если у вас на базисных уравнений выполняются, то и любая их линейная комбинация, конечно, будет выполняться. Следствие Без факта Аннулятор Аннулятора У Совпадаем У Ну, Доказательство очевидно. Понятное дело, что U содержится в аннуляторе. Аннулятор У Ну, такая тофтология. Аннулятор У состоит из таких ФИ, что ФИ, ограниченное на У, равно нулю. Ну, а этот состоит из таких В, что ФИ от В, равно нулю для любого ФИ из аннулятора У. Ну, в частности, сами векторы из У здесь содержатся. Еще раз, почему У принадлежит аннулятору аннулятора У? Потому что значение любой функции из аннулятора У на векторах из У нулевое. Часто расположtu, что значение любая функция из аннулятора У на у нулевое. Да, а аннулятор от нулевого значения? Я же из аннулятора У состоит из таких векторов, что значение любой функции из аннулятора У на них нулевое. Ясно, что среди таких векторов есть все векторы из зубов? Тавтология. Аннулятор от… Нет, сейчас, аннулятор от… Тут все написано. А, все, я поняла, да. Вы же любите переписывать с доски аккуратным почерком к себе в тетрадку. Я именно это и делаю. Да, вот тут все написано. Ясно, что… Ну, одно дело написано, а другое дело сразу сходу понять смысл этого. У содержится. А с другой стороны, размерность аннулятора У. Ну, она… Есть размерность В минус размерность аннулятора У. Что есть? Размерность В минус размерность В минус размерность У. Ну, что равно размерность У. Тем самым, из того, что У содержится в аннуляторе, аннулятора У вытекает, что У совпадает с аннулятором аннулятора У. Я хочу заметить, что можно то же самое в силу симметрии сказать про подпространство W, которое живут у вас со звездочкой. Получаем. А можно там… Вы пропустили, наверное, аннулятор… Аннулятор… Аннулятора W равен W. Что? Вот вы, мне кажется, там пропустили букву какую-то. Там Дим В минус Дим аннулятора У равно Дим чего-то там. Дим В минус Дим аннулятор У равно Дим В. Да, вы правы, я пропустил букву В. Но я так действую последовательно, я особенно много операций в уме не могу выполнять, поэтому я так вот подставляю всегда какую-то одну штучку. Я хочу сказать, что то же самое теорему можно применять под пространство в живущем В со звездочкой, но и мы получаем такое замечательное равенство. Чтобы это означало на языке уравнений, то вот W – это набор уравнений. Линейных уравнений. Аннулятор W – набор в смысле понимаемый как пространство. Аннулятор W – это решение этой системы уравнения. Давайте лучше напишу здесь слово «система», это лучше. Аннулятор W – это такие линейные функции. Фи из ВФК, которые занудряются на всех решениях. Ну и мы заключаем, что если линейная функция обращается в ноль, на пространстве решений системы линейных однородных уравнений, то она линейно выражается через уравнение системы. Согласитесь, такой, в общем, небанальный результат. До сих пор все это стало бы неверным, если бы пространства были бесконечно мерными. Про бесконечно мерное пространство давайте мы на следующей лекции немножко поговорим. Да, бесконечно мерное пространство в чистом виде без дополнительных слов – это не геометрическая теория в нашем философском понимании. Для нее отречисления В с В2 звездочки нету по причине того, что пространство двойственное и бесконечно мерное имеет строго большую мощность, чем исходное. Для этого нужно какие-то слова из теории множеств уметь приговаривать. Поэтому давайте мы сейчас на это отвлекаться не будем. Я бы хотел подвести такой итог. Что вам надо объяснить опять? Ну, последнее вот это утверждение непонятно все-таки. Что непонятно? Линейная функция. В чем она состоит, непонятно. Да, 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 что ты знаешь? Берем систему линейных уравнений, берем ее решение, они образуют векторное пространство. Это вот это аноно от аннулятора. Система линейных уравнений – это W. Так, аннулятор – это решение. Это решение этой системы. Аннулятор аннулятора W – это все линейные функции, которые обращаются в ноль на всех решениях системы. Так, и это тоже W. Совпадение с W со своим двойным аннулятором означает, что если у вас есть линейная функция, которая обращается в ноль на всех решениях некоторой линейной системы, то эта функция непременно должна линейно выражаться через уравнение системы, потому что она лежит в их линейной оболочке. W – это линейная оболочка уравнений некоторой системы. Такое равенство, оно верно только для подпространства. Если у вас есть система уравнений, то в качестве W надо взять линейное пространство, порожденное в системе уравнений. И вот двойной аннулятор будет оно само. Если у вас есть линейная функция, которая обращается в ноль на всех решениях некоторой системы уравнений, то она непременно линейно выражается через уравнение системы. Итог. Сопоставление У аннулятору задает биекса, причем оборачивающий включение. Между камерными пространствами В и Н-камерными под пространствами В со звездочкой. Значит, мы считаем, что размерность В равна Н. Эта биекса переводит сумму под пространство. Пересечение А пересечение суммы. Ну, то есть, аннулятор У плюс W это аннулятор У пересечь с аннулятором W А аннулятор У пересечь с W это аннулятор У плюс аннулятор W Ну, я считаю, что все должно быть понятно кроме последнего утверждения, потому что, собственно, вот у вас есть камерное подпространство В есть камерное Н-камерное подпространство В со звездочкой Ну, и есть отображение отсюда сюда и отсюда сюда Значит, вы У переводите в аннулятору Ну, а здесь, соответственно, переводите в аннулятор W Эти два отображения обратно друг к другу, потому что аннулятор аннулятора У равен У это означает, что эти отображения обратно друг к другу Ну, и в частности, объективно Ну, и понятно, что если У содержится в W, то тогда отсюда следует, что аннулятор У содержит аннулятор W Ну, просто те линейные функции, которые на большом пространстве обращаются в 0, они уж точняк на меньшем тоже обращаются в 0 Ну, в частности, если вы в качестве У возьмете аннулятор У и аннулятор W то отсюда будет следовать, что аннулятор аннулятора У то есть У содержит аннулятор аннулятора W то есть W Поэтому мы заключаем, что другую сторону тоже верно Итого наша объектив оборачивает включение Теперь аннулятор суммы конечно же равен пересечению аннуляторов Если линейная функция обращается в 0 на сумме двух подпространств то она на каждом слагаемом точно совершенно обращается в 0 И наоборот Если линейная функция обращается в 0 и на У и на W то она обращается в 0 на их линейной оболочке линейной оболочке объединения Поэтому это равенство очевидно Теперь если применить его к аннуляторам то получит равенство аннулятор аннулятора У плюс аннулятор аннулятора W Ну что переписывается как аннулятор аннулятора аннулятора плюс аннулятора W равняется У плюс W Теперь если взять в обоих частей аннулятор то мы получим равенство аннулятор У плюс аннулятор W равняется аннулятор У плюс W Ну тем самым мы все доказали Должно быть пересечения У вас исключительно плохо слышно Значит здесь должно быть где-то пересечения Да вот здесь должно быть пересечения в правых частях пересечения И здесь тоже пересечения Спасибо большое На сегодня все Всем доказано Друзья я призываю вас все это продумать Вот такие слова то есть ну это такой геометрический взгляд на вещи надо научиться эти слова приговаривать потому что они позволяют без всяких вычислений доказывать иной раз довольно трудные и неочевидные вещи ну вот например как про систему уравнений есть ли вопросы если нет то я так считаю до 5 и буду выключать есть вопрос да вот эти вот штуки про аннулятор суммы и пересечения они похожи на на формулу в логике вот где отрицание значит конъюнкса и дезинкса и вопрос вот в логике в логике там если ко всему отрицание применить оно же самое получится а но не является ли это следствием того что там вот к логике можно взять какую-то тоже двойственную и она просто кажется скорее то что в логике является следствием этого потому что логика это линейная алгебра над полем из двух элементов если вы эти два ну поле из двух элементов допускает например такую интерпретацию что эти элементы называются истина и ложь ну а сложение и умножение это исключающее или и и да соответственно поэтому те формулы которые вы получаете в логике они скорее являются следствием этих чем наоборот ну а вообще структура которая и там и там задействована называется дистрибутивная решетка ну и есть такой раздел алгебры если вы посмотрите в Википедии дистрибутивные решетки это такая алгебраическая структура которую можно сформулировать в абстрактном виде если вы это любите ну и заниматься свойствами этих структур там разные в том числе довольно нетривиальные теоремы есть про дистрибутивные решетки то есть вот если вас занимают сами формулы такого вот боя то их отдельно можно исследовать вот тогда еще вопрос правильно я понимаю что значит пространство не значит элементы пространства нельзя как-то вот естественно поставить элементом двойственного но подпространство пространство можно сопоставить подпространством двойственного то есть в логике действует эта же двойственность да вот есть такая удивительная картинка что если у вас есть прямая в К3 то кто такой собственно К3 со звездочкой ну это плоскости в К3 да как вы выяснили ну каждое линейное уравнение задает вам плоскость поэтому вы прямой можете сопоставить множество плоскостей которые ее содержат если прямая то это вот как раз и есть анулятор ну и что мы знаем что это прямая К3 со звездочкой ну я так сейчас прямая это она сдается одним уравнением вот конечно надо немножко аккуратнее говорить я прошу прощения ну давайте мы сотрем надо больше слов сказать давайте мы отложим это на пару месяцев и тогда скажем правильно спасибо до свидания до свидания да просто между геометрией и уравнениями связь на самом деле невзаимно однозначная ситуация отягчается тем что одну и ту же фигуру можно задать разными уравнениями по крайней мере пропорциональными поэтому правильные слова которые тут приходится приговаривать что фигуры это то же самое что уравнение с точностью до пропорциональности ну и коль скоро вы начинаете эти слова приговаривать то их надо приговаривать все время ну и соответственно то что при этом получается называется проективной геометрией ну и мы займемся этим через пару месяцев в следующем семестре уже хорошо выключаем